В 92-м году, и как вы понимаете, сейчас ему 20 лет. Сначала скажу, почему не получалось. Очень хорошо, что я выступаю после Александра, который показал здесь замечательный слайд об иллюзии знаний. Все знать невозможно никому. Поэтому, как вы понимаете, будучи руководителем и собственником бизнеса, мне приходилось очень много выступать, подбирать людей, общаться с ними, их чему-то учить. И что-то из этого у меня получалось. Поэтому в какой-то момент, по мере того, как бизнес рос, рос он неплохо, он рос динамично, я пришел к ощущению, что я и так уже практически все знаю. Чему меня могут научить молодые люди, которые меня заинтересовали этим бизнесом? Я думаю, что вполне достаточно будет общих знаний и конкретных знаний традиционного бизнеса. Я вас сейчас могу заверить, что часто этого не только недостаточно, а часто это мешает. В каждом бизнесе традиционном тоже есть своя специфика. Наверное, для вас не секрет, что многие люди открывают несколько бизнесов. Им кажется, что они уловили систему, и они могут, добившись в одном бизнесе, сделать то же самое. Иногда, но это очень маленький процесс, это получается. Как правило, нет. Я хочу вам напомнить еще одну статистику, о которой сегодня говорил Андрей Веденев, что в первый год, с момента создания предприятия, разоряется 95% предприятий. Я вам эту статистику могу продолжить. Через пять лет разоряется 95% от этих оставшихся 5%. То есть это очень жесткий работ. Всегда ли это люди, которые не готовы к бизнесу, чего-то не дополнили? Нет, совершенно не так. Действительно, условия таковы, что они требуют от людей полной самоотдачи. И этого часто бывает недостаточно, потому что всегда находятся люди, которые сильнее тебя. И если ты не перешел определенную ступень, ты теряешь рынок, ты теряешь бизнес. И чаще всего ты остаешься минусом. А вот мне интересно, сегодня есть те люди, которые занимаются традиционным бизнесом. В этом зале. Поднимите руку. Посмелее, посмелее, посмелее. Я хочу сказать. А те, кто не в ЛР, те, кто пришел сюда, наверное, в первую, есть такие люди? Есть. Да, замечательно. Давайте я вам задам такой вопрос. Я люблю цифры, как вы понимаете, ни один бизнес без цифр не проживет. Какой оборот в вашем бизнесе? Больше, так скажем, до 10 тысяч долларов в месяц. До 20 тысяч. Есть такие? Или все больше? До 50 тысяч долларов в месяц? Есть. Так, до 100 тысяч долларов в месяц? Есть. До 500. У меня миллион евро в месяц. Что мне здесь надо? Что я здесь ищу? А где? В ЛР? Нет, нет, нет. В традиционном бизнесе. Во-первых, мой жизненный опыт показал мне, что действительно, даже если ты занимаешься бизнесом в одной отрасли, даже пытаешься, если дуплицировать в другом традиционном бизнесе, может не получиться. Не у всех получаются сети в традиционном бизнесе. Они там тоже есть. Вы знаете, что они активно развиваются. Это сети ресторанов, эти сети магазинов, там и так далее. Иногда хочется попробовать в другом бизнесе. Часто это не получается. У меня не получилось в том же бизнесе, в котором я был силен и чувствую себя достаточно сильным, у меня не получилось создать такой второй бизнес. Я вам могу сказать, что стоит создать бизнес сейчас. То есть я во второй бизнес вложил, вместе с партнерами, мы вложили по 300 тысяч долларов и их нет. В том бизнесе, в котором я был. Специалисты. Ну, это меня навело на некоторое размышление, и я подумал, что, может быть, надо взять паузу и подумать о чем-то другом. Тот бизнес, который я построил с 92-го года, слава богу, он живет, он приносит мне доход, и самое главное, что он мне приносит пассивный доход. А вот давайте я попробую вас спросить, какие виды пассивного дохода вы знаете? С места. Можно? Инвестиции. Инвестиции, да? Недвижимость. Мастерские права. Мастерские права. Хорошо. То есть вот то, что я знаю по себе, это дивиденды. Я получаю пассивный доход как собственный. Любой предприниматель, ну, кстати, даже тот, кто еще может быть не предприниматель, а тот, кто может быть работает по найму, он понимает, что иметь один источник дохода хорошо, но часто его бывает недостаточно. Вы знаете, что бывают и отраслевые кризисы, и кризисы в стране, и в платежной системе и так далее. Неплохо бы иметь что-то еще. Любое предприятие может закрыться, мы с вами говорили об этой статистике. Я поставил себе задачу не только диверсифицировать доходы, а диверсифицировать пассивный доход. То есть я решил получить еще один пассивный доход. Вот именно это было одним из мотивов, почему я сюда пришел. Сейчас, к сожалению, у нас, я думаю, нет времени. Я бы попросил людей, предпринимателей, кто в ЛР есть, было бы интересно послушать, что их привело сюда. И для многих бы это, может быть, прозвучало неожиданно. Ну, для меня именно это. Помимо этого есть еще, конечно, много причин. Наверняка у кого-то есть какие-то личные, такие личные есть причины у меня. Но одну я еще хочу назвать. То, что мы попадаем в такую команду, в такой коллектив, нам позволяет, условно говоря, не засыхать на своем уровне знания, понимания жизни, а расти. Вот это то, что я считаю очень важным. Спасибо. Как вы понимаете, я вам сказал истинную правду про традиционный бизнес. Я вам не говорю про всякие риски, их тоже очень много. Есть такой простой момент, то есть когда ты ищешь доход большой, а риски маленькие. Кто скажет, что эта задача легко выполнимая? Кто-нибудь работал на рынке ценных бумаг? Вы представляете себе, да? Если высокая доходность, то какой риск? Большой. Большой. А если хочешь маленького риска, то доходность у тебя будет невысокая. Так вот, здесь я нашел парадоксальное сочетание этих двух показателей. Какой здесь риск? Никакой. Есть риск один. Если у вас не хватило терпения, то вы потеряете время. Если у вас терпения хватит, если вы будете совершать определенные действия, которым учат нас наши лидеры, то это будет происходить быстрее, легче и эффективнее. Придем ли мы все к нашей цели? Об этом я хотел спросить вот так. Есть ли здесь люди сегодня не из Москвы? Есть. А вы посмотрите, их, наверное, почти половина. Ну что, во-первых, им надо то аплодировать, да? Что это? Каждый из нас сюда как-то добирался. Скажите, вот у вас сегодня была цель приехать сюда, да? Успеть, ну, в 12 часах. Были ли у вас сомнения, что вы сюда доберетесь? Нет. Вы это запланировали. Ну, каждый выбрал свой маршрут, свой вид транспорта и сюда поехал. Ну, а думал, может быть, кто-то не знает, где это, у кого-то спросил, и сюда приехал. То есть сомнений действительно не было. В чем отличие? Кто-то приехал за 15 минут, потому что он где-то здесь живет. Кто-то приехал за 2 часа, за 3, кто-то дальше и больше. Так же и в бизнесе. Скорости в бизнесе будут у всех разные. Но все должны понимать, за 5 минут сюда бы никто не пришел, правильно? Никак бы не добрался. Ни один вид транспорта не позволяет прибыть сюда за 5 минут. В бизнесе то же самое. Если мы хотим головокрошительных результатов через месяц или два, их не будет. Можете расслабиться, успокоиться. Я думаю, что... А, кстати, есть люди, которые думают, что бизнес – это спринт. Есть такие? То есть можно быстро пробежать, быстро получить результат. И что дальше? Подставить следующую цель. Подставить следующую цель. Хорошо. Я отношусь к другому типу людей. Я понимаю, что большой бизнес строится не быстро. Собственно, это не только мой опыт. Это опыт тех людей, кто работает в сетевом маркетинге, у кого есть опыт 10-15 лет. Я никогда не был сетевиком. Верите, никогда. В 98-м году впервые меня пригласили на какое-то мероприятие, где собралось много людей. Я не понимал, о чем речь. Речь шла о том, что можно заработать какие-то деньги. Мне всегда это было интересно послушать, но я это тогда не понял. Оказалось, что это было мероприятие страховой компании европейской из Австрии. И там продвигался достаточно сложный, я сегодня это понимаю, продукт. Это страхование жизненакопительное, которое потом можно перевести в доход. Условно говоря, пенсия на дожитие. Я это никак не осознал. Но потом захлестнул кризис. Было не до этого. И вот прошло много-много лет. Вот сейчас я к этой идее вернулся. Я посмотрел все свои старые конспекты. Уловил, что действительно какое-то внешнее подобие и есть. И вот важно, чтобы оно вас не сбивало с целью. Внешнее подобие еще не говорит ни о чем. Потому что все кроется именно в этих деталях. В цифрах, в сочетании их факторов. И еще в том, что действительно бизнес находится на начальной стадии. Огромный, глобальный бизнес находится в начальной стадии. Не только здесь, в России, в Казахстане, где это открылось. Обратите внимание на один факт. Все серьезные, огромные компании, которые приходили на российский рынок, Это те компании, о которых сегодня говорили, да, которые имеют товарооборот. 10 миллиардов, 7 миллиардов. А, кстати, я забыл вам совсем сказать. Я эти компании еще узнал несколько лет назад. Я для них упаковку делал. Для компании Amway. Рекламу для компании Aliflame. И я, кстати, представляю, где эти продукты производятся. Я могу сказать, что Amway это совсем не американский продукт. Уже давно. А, как вы знаете, компания Aliflame имеет стратегическую линию. Производство своего продукта всегда в городе Германии. Это очень важный момент. Я выбираю. Напоследок, я вам хочу еще раз провести то же самое мысль. Нам часто кажется, что мы знаем. Нам часто кажется, что мы понимаем всю глубину вещей. А на деле выясняется, что у нас нет результатов. И это значит, что мы чего-то не уловили. Я думаю, ценность наших рассказов и наших историй состоит в том, что мы говорим здесь о своем личном опыте. В чем-то положительном, в чем-то отрицательном, из которого каждый мог бы сделать для себя определенный продукт. Вот первое время, когда мне казалось, что я все знаю, у меня бизнес не рос. С Нового года что-то в какой-то момент у меня это все переключилось. Я понял, что бизнесом надо заниматься, надо изучать. Появились результаты. В апреле я получил здесь автомобиль. В мае была школа 21. Школа, значит, да, да. Значит. И через три месяца с младшего менеджера я закрыл квалификацию лидер группы и открыл квалификацию лидера организации. То есть, вот именно эти события, они позволяют резко ускорить темпы бизнеса. Поэтому мой совет и настоятельная рекомендация обязательно выйти на этой школе, которая будет в последней декаде декабря, и чтобы с вами было как можно больше партнеров. Вы никогда сами лично не передадите все технологии, все эмоции того, что вы услышите. Я вам могу сказать одну простую вещь. Вы можете от разных людей слышать одно и то же. И вам будет казаться, что да, вы слышали, вы знали. Но в устах какого-то конкретного одного человека это для вас зазвучит. И это откликнется в вас. И это для вас будет мощным рывком в направлении движения к вашей цели. АПЛОДИСМЕНТЫ